Позитронно-эмиссионная томография или ПЭТ-исследование – тот случай, когда высокие технологии становятся рутинными технологиями. Новый для края метод диагностики позволяет находить опухоли на самых ранних стадиях. Специалисты получают не просто фотографию, а цветное изображение химической активности процессов, которые происходят в организме. При опухоли они меняют свою гамму. Процедура почти безвредна. Ее сравнивают с МРТ и рентгеном. Мы делаем одновременно два исследования. ПЭТ позволяет нам увидеть, что происходит. АКТ позволяет увидеть, где происходит. Мы типометрию осуществляем, смотрим, в каком месте это все, так сказать, у нас патология. Центр ядерной медицины Института имени Сергея Березина открылся в начале этого лета. Его построили в рамках государственно-частного партнерства. В строительство и оснащение учреждения инвестировали около миллиарда рублей. Ежегодно тут смогут проводить 4000 ПЭТ-исследований. Сейчас здесь также принимают пациентов с подозрением на пневмонию. Когда что-то ломается медальок, когда какие-то пики в шлеске, мы подхватываем. У нас здесь бывает 30, по-моему, 47 – самый большой человек в день было. Конечно, мы посмотрим пневмонию. Да, мы смотрим пневмонию. Помимо онкологии, новый метод будет широко применяться в диагностике болезни сердца, головного мозга. Для жителей региона процедура бесплатна по полису ОМС. Те исследования, которые сегодня до момента создания или появления возможности ПЭТ-исследований делались, они не дают той точности диагностики, которая очень важна для эффективного диагноза и для организации эффективного лечения. А ПЭТ-технологии сегодня позволяют совсем другое понимание иметь по тому, как правильно поставить диагноз и как в последующем правильно сопровождать ход лечения. Жители края ездили в Красноярск получить это исследование. Вчера они ездили в Новосибирск, где мы открылись год назад. А сегодня они будут уже получать исследования здесь, не нужно ни тысячу километров, ни 250 километров. Не надо было как раньше ездить в Москву. В центре намерены оказывать услуги и на коммерческой основе. Планируют принимать пациентов из Казахстана. Кстати, ВОЗ рекомендует иметь как минимум один позитронно-эмиссионный томограф на миллион человек. Чтобы закрыть эту потребность, только в России необходимо построить примерно 90 таких центров. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.